Всем привет! У меня что-то странное с лицом? Я полдня так хожу, мне никто не говорил. Так красивее же. Короче, вот сегодня живопись трансформационная. Там вот человек рисует картины. Вторую уже. Первая его была... Вот эта? Вот она. Это первый раз он рисовал. Сегодня у него другая. Вон, класседзе, да, какой? Так вот. Я хожу, значит, убираю. У меня тут офис. Вот этот вот. Завален какой-то хренью. Я такая думаю, так, надо отсюда все вынести, потому что во вторник, ну, очень много консультаций, да и в понедельник тоже. И чтобы мы там уединились, потому что здесь рисуют, мимо нас ходить неудобно. Я такая думаю, надо, в общем, убираться. Убираюсь тут на складе, освобождаю место, чтобы сюда все перенести. И весь день, вот, короче, в уборке. Мне все говорят, а что у тебя с лицом? Я подхожу к зеркалу, как давай рожать. Я, честно говоря, вообще не видела, где я. Я не рисую. Я вообще не подходила к картине. Я убираюсь в офисе, такая вся нормальная девушка. Слушай, может, и меня и фазм поконяет. Была увлечена уборкой. Вот, подрисуем красоту. Ну и вправду очень странно все выглядит. Я не могу понять, где я это сделала. Вот, реально, у меня еще пальцы вот такие. Может быть, я как-то вытирала щечки свои. А где руками залезла, я вообще не понимаю. Ну, вот, серьезно. Даша, давно у меня это? Ну, это она хоть и слила. Ой, блин, вообще. И, короче, эта штука, знаешь, не смывается. Я не могу. А вон лежит Толечка. Думает, трансформирует. У меня ли так на кошечку похоже. Мне кажется, она клоуна. Мне сегодня, кстати, всю ночь клоуны снились. И там у них вот такие вот капельки были. Походу, мой сон становится реальностью. А вчера-то какой сон был, мне расскажу. Я была в каких-то тухлых носках. Грязных. И ко мне под одеяло залез известный блогер. И начал меня целовать с ног до головы. Я еще такая думаю, блин, я в вонючих носках. Это был сон. Он их проигнорировал, начал целовать меня. И ножки мои даже с вонючими носками. То есть все мои страхи, блоги, что я какая-то такая не классная. Это все вонючие носки на самом деле, которые мало кого интересуют. Блин, ну щечки розовые стали. Как будто это макияж прям целый. Все ржут и нет вопросов. Ну, конечно, да. Какие могут быть вообще вопросы? Оль, чем ты говорила, мне можно вытереть лицо? Вообще какой-то трэш. Мне говорят, зачем я это стираю, и так прекрасно. Ну да, действительно. У Оли тут целая прям вон, есть штука классная. Нацеладная. У меня прям косметический салон здесь в кабинете. Что только нет. Я еще клоуном в эфир не выходила, кстати, на аптечках. Ну, пока я стираю... Блин, оно не стирается. Пока я стираю свой клоунский наряд и маски, задавайте вопросы. Я реально не знаю вообще, где я зацепилась. Блин, у меня даже тут. Сейчас кто-то зайдет в эфир и увидит, что я стираю все с лица просто вентиллярной водой и скажет, блин, что там творится, начало-то вы не видели. Вам бы начало пересмотреть. Вот там было смешно, когда моя моська была вся разукрашена. Инстаграм виснет или мой интернет виснет? Или ваш интернет? Мой, скорее всего. Короче, опасно в художественной студии находиться. Здесь куда ни плюнь, куда ни посмотри, твоя моська раскрашенная в красках будет. А, Оля сегодня мне... Оль, сколько это кольцо с изумрудом стоит? 8 тысяч долларов. 8 тысяч долларов? Да ладно. Короче. А я в каждом эфире в каких-то классных украшениях. В общем, мне сегодня Оля сказала, «Таскай кольцо с изумрудом на 8 тысяч долларов до тех пор, пока он не продастся». Я говорю, «Хорошо». Потому что те серьги, которые вчера были на мне, помните, я вам показывала капельки и позавчера вам показывала. Их захотели купить, я их, короче, сняла. Говорю, «На, Оль, я одену другие, которые ты мне первые подарила. Эти отдавай, я у тебя найду что-нибудь еще». Она такая, «Порешали». И тут она на меня теперь напяливает и говорит, что бы я ни одела, все продается. И теперь я буду таскать все, что Оля хочет продавать. Я буду таскать. Потому что реально, я что-нибудь одеваю, меня все забирают. А помните кольцо Оля, которое мне первое подарила с зеленым камнем? Его тоже хотят купить. Я поэтому такая сегодня. Говорю, «Оль, его уже убрала». Говорю, «Оля, все, я его отдаю». Потаскала, дай что-нибудь покруче. Она такая, «Ну ладно». В общем, все, что она мне дарит, резко все хотят купить. Я такая, «Ну ладно, буду, короче, тут модель уходить временно». Я сегодня нифига не хочу ничего делать. Начинала сто дел делать и все забросила. «Так забрось, отдохни, кайфони. Сейчас коронавирус идет для того, чтобы вы дома отдыхали, уже уработались, упахались. В состоянии такого кайфа, классного. Находитесь, общайтесь сейчас. Интернет». Кстати, интернет вообще виснет. Я вчера в прямой эфир пыталась зайти раз в пять, наверное. Мне писала, «Слишком много народу выходит в прямой эфир, поэтому сервак виснет». Ну, конечно, по домам сидят. Ну, так. «Давайте насладимся без работы». Нелли, коронавирус может проработать, чтобы ушел. А зачем мне его прорабатывать? Мне с ним нормалек живется. Каждый для себя должен осознать, что для него коронавирус. Каждый для себя должен осознать, каким своим сознанием, каким своим мышлением, какими своими шаблонами мышления, рамками в голове вы себя обездвиживаете, ограничиваете, останавливаете, не даёте двигаться. То есть он вам, каждому показывает. Сейчас планета реально выходит, коллективное сознание, люди, все. Мы выходим, можно сказать, на новый виток эволюции. И просто идёт чистка. Это нормально. И очень глубокие осознанки, блин, в коллективном сознании. Просто реально. Каждый же нифига не задумывается о своей жизни, вечно себя тормозит, ноет в шаблонах, в этих погряз. Вот сейчас коронавирус одним махом просто все эти шаблончики начинает разрушать. Чтобы мы сами хотели перейти на новый уровень осознания, уже работы над собой. и это возможность просто подумать сейчас о себе, обратить на себя внимание, когда у нас работа, когда у нас какие-то дела вечные, кому-то что-то должны, куда-то надо бежать. У нас нет момента о себе подумать. Вот сейчас у вас такой благоприятный период заняться собой, понаблюдать себя в семье, с любимыми. Что я вообще, даже выговорить не могу. с любимыми, родными, близкими. Посидеть, пообщаться, обратить внимание, как вы себя чувствуете рядом с ними. Что-нибудь потрансформировать, чтобы у вас время было. Поэтому это вообще период очень благоприятный. Чего вы его так не любите-то, этот коронавирус. Бумагу с гречкой скупать не нужно, магазины полные, все есть. Сейчас доставка на дом работает, если так прям страшно из дома выходить. Мне вот не страшно. Я третий день из дома выхожу, и третий день в пробках, потому что столько народу на улице, все гуляют, кайфуют, машин столько. Короче, в России у нас вообще люди странные. Карантин, это значит, надо выйти на улицу у нас. И это хорошо. Так. Все мои мужчины за границей, не подпуская. Ну да, вы поставили границы между собой и внешним миром проявленным. То есть, ваше непроявленное и ваше проявленное вы разграничиваете, вы не видите себя там. У вас есть какие-то рамки о себе? Что я все время люблю свои волосы дергать? Интересно. А вы осознали, что для вас этот вирус? Да, конечно, осознала. Я себя ограничиваю во всем. Я вчера еще такие программы выкопала, вот прям реально. Я боюсь движухи. А мне все говорят, Нелли... Я посмотрела там на некоторых блогеров, которые дома ни секунды не сидят. У них каждый день сегодня прыжки из парашюта, завтра у них... Они мне снятся. Завтра у них какой-то драйв на Мальдивах, послезавтра они там в Штатах, послепослезавтра уже бегают там на Олимпиаде, после-после у них там прыжки с тарзанки, потом они там на пароходе, и вечно-вечно какие-то движухи, мутки. А я смотрю, а я люблю постель, домашний уют, лежать на диване, ничего не делать. И я такая... Ну, наблюдала за этими блогерами и в чате пишу в денежном, то что, ребята, меня очень пугают люди вот такие вот безбашенные. Я с ними бы не смогла тусить, жить, общаться. Как бы... Мне очень сложно. Я люблю дома побыть. Меня будут выгонять, мне будет некомфортно. Ну, если бы я с ними тусила, да, то они пойдем, пойдем, а мне некомфортно. И я понимаю, что мне тут же весь чат начинает говорить, а ты пять лет сама дома не жила ни разу, ты пять лет из страны в страну бегаешь, ты же пять лет так каждый день этим и занимаешься. А я даже этого не видела, то что я реально думаю, что я на диване лежу, на самом деле нифига, я даже сплю по четыре часа в сутки и остальное время у меня какие-то мутки реально. Мне говорят, ты боишься сама себя. И у меня вчера просто аж прям мозг поехал, пар пошел. Я такая, нифига себе, я реально боюсь себя, хотя это и делаю. Мне страшно смотреть на себя такую проявленную, и при этом я вот такой проявленной являюсь. это же, блин, про меня. Почему я себя так боюсь? Я вчера села, порассуждала и поняла то, что на самом деле такая жизнь, ну реально, она моя. А я себя специально торможу, ставлю в какие-то рамки, в ограничения. И вот коронавирус, он же ограничения эти мне мои показывает. Я вижу, как я себя ставлю в эти рамки, где я торможу. Либо лечу, то есть у меня крайность, одна и крайность другая. Я либо вообще торможу, либо меня не остановить. И это обе крайности. И вот чтобы себя остановить, я сделала закрытие этих границ, потому что у меня апрель весь, март, май, всё расписано было позаграницей. Европа почти вся была расписана там и с курсами, и просто путешествия. И я там за блогерами должна была ехать. Короче, у меня там вообще просто вот так расписано. Я понимаю, что я не хочу. И сейчас я закрыла себе эти границы, чтобы побыть в какой-то одной точке и понаблюдать что-то другое. Пописать книгу, которую я никак не могу закончить, доделать игру, которую я никак не могу доделать. То есть я себя ограничила специально для того, чтобы заняться собой и вот ближайшими планами, которые вот сейчас вот у меня горят. не на потом, который я всё время откладываю, а вот сейчас сделать то, что я задумала. А то думаю-то я много, а мне хочется куда-то бежать. И поэтому, смотря на других, которые бегут, мне страшно становится. То есть понимаете, да, о чём-то надеюсь. Да, если даже не понимаете, пофига. Всё равно для себя болтаю. Почему я чувствую слабость? Много сплю, мало ем, ничего не хочу делать. Интереса нет в жизни. Интереса, понимаете? Импульсы — это интерес. Любое желание — это тоже интерес. Интереса, что я буду чувствовать? А как это получится? А как это развернётся? А как я это творю? Как я это сотворю? Как я буду наблюдать? То есть интерес. Если у вас нет интереса, естественно, нет импульса, чтобы по инерции катиться. По инерции катиться — это когда не прикладывая никаких сил, вы сами с собой катитесь, и у вас всё по массу складывается. То есть вы плывёте в этом потоке течения, который вас несёт, и вы разглядываете всю красоту и все ваши желания, которые вы пожелали. Но для этого нужен интерес. Если его нет, конечно, у вас лень. Вы можете лежать там на диване неделю, у вас нет интереса ни к чему, и вы всё как бы чахнете и чахнете. Но как только вдруг что-то может спрести в голову, вы скочите и забудете, что у вас сил не было. Вы забудете, что у вас там усталость, болит голова, нога, рука. Если вам вдруг захочется в туалет, вы прям скочите, и у вас откуда-то сила на туалет появится. Но если вы захотите, вдруг позвонил там друг, сказал, поехали там, сейчас на пикник я заеду на машину, мы поедим шашлыки, там тра-та-та, и вам станет интересно, вы уже представите себе этот лес, вкус мяса, вот эти чувства, которые у вас там в лесу просыпаются, и вам станет интересно, и у вас сразу силы найдутся. Вы как электровейник дома успеете ещё и убраться, и себя в порядок привести, и новые какие-нибудь шмотки купить успеть, и всё за час. Вот поэтому вам и лень, вам скучно, скучно, неинтересно. Открылся новый магазин, полно народа, песни, улыбающиеся люди, получил заряд эмоций, наш народ не сломить. Да, конечно, у нас вообще русские все безбашенные. Ну, хотя я хочу сказать, есть иностранцы безбашенные. Вот, ну, русских вообще никто не переплюнет. Последнее время практически все говорят, что они хотят на работу. Вот, пожалуйста, случилось. Пожалуйста, случилось. Конечно. Коллективное сознание уже всё. Критическая масса просто набралась от этого желания, мысли, формы, что, блин, вот бы отдохнуть, на диване полежать. Так лежите, наслаждайтесь. У вас есть период это сделать, наконец-то. В блогеры снятся в курсе. Да-да-да. Ты шикарно, Ваня Терри, спасибо. Хотя я вот даже, ну, вообще, в последнее время у меня нету интереса, и поэтому лень накраситься, что-то с собой сделать, прям реально, даже причётку неохота выкладывать. Я сегодня не расчёсывалась, я просто проснулась, помыла голову, полотенцем, знаете, вот так высушила, даже феном не сушила, и всё. Мне лень, и неинтересно сейчас красоту наводить. Я вся в мутках, в мыслях каких-то. Вот у меня сейчас уборка, я прям занимаюсь любимым делом, готовлю себе кабинет, чтобы можно было там консультацию проводить. Я тоже люблю очень дома сидеть, но терзает чувство, что жизнь, тем временем мимо проходит. Если вы осознаете, что ваша жизнь внутри, здесь сейчас, в вашем теле, то она мимо пройти не сможет. Жизнь там, где вы, там, где вас нету, жизни нету. Не могу для себя найти, чем заняться, в чём себя проявлять. Вы уже проявлены, в каждый момент времени проявляйте себя по-разному, то есть не надо ни на чём зацикливаться. Вот что вы сегодня хотите, то и делайте. Это самый идеальный вариант, когда у вас много энергии и материальная действительность будет под все ваши желания задним числом так проецировать реальность, что у вас всё будет вот так вот складываться, как по массу. Но если вы сегодня будете жить, сегодняшним днём, как бы это ни абсурдно не звучало, исцеляйте свои шаблоны, трансформируйте мышление страха завтрашнего дня. А вдруг? А я знаю. А вдруг голод? Работы не будет. А как же мне там жить? Вот всё. А вдруг вот этот фокус внимания, он и проецирует вам материальную действительность. Если у вас фокус внимания на себе, вы есть, вы проявлены, ваши таланты, ваши скрытые возможности, они все проявляются, когда вы на себя смотрите. Если ваш фокус внимания, а вдруг я заболею, вы заболеете. А вдруг я споткнусь, вы споткнётесь. То есть куда фокус внимания, то вы будете наблюдать. Если вы себя наблюдаете, представьте, сколько вы увидите в себе возможностей невероятных. Но вы просто не пробовали. Верить мне не надо, надо пробовать. С интересом. Если у вас есть интерес, то есть импульс, понаблюдать интересно, сколько во мне всего, наблюдая каждый день свои чувства, а что я чувствую, то вы столько в себе откроете, просто нереально. Каждое чувство проявляется в материальном плане. То есть вы целостны в проявленном и в непроявленном. Сначала непроявленное, сначала ваши чувства. Вы сейчас чувствуете привязанность к своему какому-то желанию, чувство долга к этому желанию, что оно не исполняется, привязанность к деньгам, что они вам там завтра нужны на что-то. И у вас сейчас чувство недостаточности. Вот это чувство недостаточности материально сразу проявляется недостаточностью. Но если у вас здесь сейчас свобода, многие говорят, деньги – это свобода. Да деньги – это не свободно, вы зависимы от денег. Если вы зависимы от денег, какая же это свобода? Это уже не свобода. Желание приносит мне свободу. Да желание ваше не приносит вам свободу, они приносят не свободу, потому что вы зависимы от желания. Понимаете? Деньги — это не свобода. И это не продукт ваших желаний. Вы от них зависимы. У вас сейчас чувство зависимости внутри, а это чувство ноющее, болючее, и у вас боль и зависимость во вне сразу проявляется. Как только вы сегодня понимаете, что я сейчас хочу, на самом деле, вот здесь, сейчас, сегодня, чувствуете это, у вас это есть. Но как только вы уходите в завтрашний день мыслями, а что я буду завтра есть, фокус внимания, что вам не достает чего-то, и вы не знаете, чего есть, потому что завтра нечего есть. Вам завтра нечего есть. Только потому, что у вас это чувство сначала здесь родилось, потом пошла проекция. Попробуйте за собой наблюдать. Коронавирус — это вообще просто офигенная штука, которую мы себе придумали для того, чтобы начать наблюдать за собой. Отгородиться от работы, от людей, от всего внешнего, и просто заняться собой. Понаблюдать и увидеть, какой виток эволюции планета просто сейчас вообще сделает за эти 3-4 недели, за полгода. Вы увидите, что люди сейчас уходят с работы, от работы вернее. Постепенно у нас планета делает такой виток эволюции, что люди понимают, что нужно работать не ради денег. Деньги приходят не от работы, они приходят на чувство изобилия внутри. Работа — это просто подтверждение материальной действительности, каким-то фактом для нашего мозга, где мы там обмениваем себя на что-то. И люди понимают, что деньги приходят на энергию, на кайф, на интерес, на радость, на творчество. И начинают потихоньку уходить с нелюбимых работ на любимые работы. И вот тогда действительно у человека просыпается чувство вот этой изобильности и кайфа, и радости. И сейчас, может быть, после этого коронавируса будет очень много, ну прям, смены сознания у людей, у многих, вернее, людей будет смена сознания, что пора переходить на то, что можно созидать в себе. А созидать в себе можно что? Любовь, радость, творчество, делать то, что нравится, а не то, что не нравится. Потому что вот этот недостаток, он порождает вам долги вовне. Долги к людям, к банкам, вы вечно кому-то должны, ипотеки, квартиры, это всё, недостаточность ваша внутренняя проявляется вовне. Поэтому, чтобы эту достаточность, изобилие, вы же внутри такие изобильные, вы можете любые чувства, которые стоят за всеми вашими желаниями, прямо сейчас получить. А вы ждёте, вот я куплю машину, и тогда я почувствую свободу, тогда я почувствую радость, тогда я почувствую скорость, почувствую там ещё чего-то. На самом деле мы хотим букет чувств получить, а не то, что нам кажется в материальном мире, что только машину. Осознав, что кроется за вашим желанием, каких чувств вам сейчас не хватает, вы даёте их здесь сейчас, а если они у вас есть уже, то есть недостаток этих чувств порождал недостаток этой машины, а когда вы себе это даёте, соответственно, этот достаток этих чувств здесь сейчас, которые вы себе сделали каким-то другим способом, здесь и сейчас, заметили эти чувства, почувствовали, кайфанули, порадовались, дали себе свободу без денег, без всякой машины. Как можно осознать свободу здесь и сейчас? Да боже мой, моя свобода выбора, я могу смотреть, говорить, ходить, хочу села, хочу встала, то есть я ощущаю свою свободу, то есть я в теле не свободна, потому что я в теле, да, ограничена телом, но в то же время моё тело свободно делать в своей ограниченности что-то, что-то свободное. Я это ощущаю, эти чувства внутри, и мне классно. Так а почему я считала, что только машина может мне дать свободу? Да нет. Либо скорость. А как можно получить скорость, не имея машины? Ощущение скорости, полёта, да даже ваши трансформации, озарения, или пробежка вокруг дома, или какая ещё может быть скорость, подумать, потанцевать под музыкой, под бешеный ритм, смотря какие чувства скорости вы хотите получить скрытые за этой машиной, то есть вам что-то нужно почувствовать, может быть вам на горках покататься, либо таксиста попросить, или в ралли пойти покайфовать, на маленьких каких-то машинках, на картинге. То есть когда вы эти спектры чувств, букет получаете, который вам нужен был от машины, в материальной действительности у вас появляется машина, потому что всё у нас получается вследствие первичных чувств, которые сначала тут возникли, а потом они проявились вовне. А не наоборот. Вы думаете, что я что-то материальное получу, от этого у меня будут чувства. Но вы когда получаете, первоначально эти чувства были здесь, внутри. И только потом в проекте это появилось. И вы их снова испытаете, получив это, чего вы там добились. Но это будет коротенько, и не так интересно, и не так вкусно, потому что за следом за этой машиной она на следующий день вас разочарует, потому что вы захотите лучше. Ещё круче, ещё быстрее, ещё краснее, или там спортивнее, не знаю. То есть мы гоняемся от желания до желания только для того, чтобы почувствовать какие-то чувства. А они вам доступны только в точке здесь, сейчас. Вы даже покупая эту машину, уходите опять в мысли о прошлом, в будущем, сливаете опять на новые ожидания, либо в воспоминаниях, как вы там её зарабатывали, эту машину. И вы опять эти чувства пропустили, и поэтому машина не принесла удовольствия. Вы опять пропустили то, что эту машину создало. Оно как бы мимо вас так прошло раз, и всё. Поэтому сначала вот здесь вы должны почувствовать, если они есть эти чувства. Я есть у себя, и у меня бесконечный букет этих чувств, которые я могу воссоздавать. Неважно, есть ли у меня деньги, нет денег. Они вообще, ну, никаким боком к моим чувствам никак не лежат. Но мы наделили деньги всеми чувствами, какими только можно. И я ничего не могу чувствовать, пока у меня нет денег. Это я вот на марафоне уже наслушалась, на марафоне денег, который у нас сейчас проходит. Я вообще в шоке. Как? Почему все люди наделили все свои чувства, которые можно воспроизводить бесконечно в любой момент времени, и их наделили деньгами, и что их только через деньги можно получить? Вот это в наше сознание капец. А всё потому, что мы куда-то спешим, бегаем, работаем, зарабатываем. Коронавирус — это офигенная штука, ещё раз повторю, для того, чтобы вы наконец-то побыли в себе и разобрались с собой, почувствовали это избилие внутри, изобилие тех чувств, которые вы постоянно ищите. Но пока вы их ищете, добиваетесь, пытаетесь их купить, они всегда будут вам недоступны. Но когда вы поймёте, что они уже есть, вот тогда вы их почувствуете. Они уже есть. Просто закройте глаза и попробуйте хотя бы помедитировать, просто представить, что-то, может быть, вспомнить, когда вы такие чувства получали. А если вы побудете несколько дней в наблюдении себя и записывать на листочек, вот, берёте ручку, нет, не ручка, карандаш для глаз, неважно, хоть помаду, и фиксируйте весь день ваши чувства, что вы чувствуете в одну секунду. Боль, раздражение, сожаление, жалость, думаю, вчера, кайф, ещё что-то, пофиг, записывайте. Вы в это время себя любите, когда смотрите на себя и ощущаете себя, то, что вы есть и то, что вы чувствуете. И через 2, 3, 4 дня вам начнут сниться сны. Короче, во снах вы начнёте чувства, чувства определённые, вы будете просыпаться в состоянии того, что вы получаете сами от себя оргазм и сами себя хотите. Вот просто реально сами себя хотите. Как будто химия во время секса. Вот в таком состоянии вы будете просыпаться. А это будут просыпаться чувства. То, что вы себе блокируете вовне, когда вы за собой будете наблюдать, во снах прям это очень ярко будет. Чтобы эти чувства, которые вы там умом заблокировали для себя, напомнить себе во сне. Во сне же нету этих рамок в голове, которые мы себе там ставим пожизненно. Вы себе напомните об этих чувствах, чтобы их воспроизводить постоянно, снова и снова. Для этого вам нужно их вспомнить. Если вы несколько дней проведёте, вот в записулечках в этих, будете себя на видео записывать, рассказывать саму себе, что вы чувствуете, на листочек, вам во снах будут приходить сейчас эти чувства, и прям такие офигенные, вы будете просыпаться просто в состоянии оргазма. И эти чувства можно воспроизводить. Просто надо вспомнить о них. Вы пока их заблокировали. Я знаю тебя четыре с половиной... Четыре с половиной года. Чего я почитать даже не могу? Ты бешено активно. Неужели ты это в себе не видишь? Да вот, не вижу. Мне кажется, что я всё время лежу и ленюсь. У меня такие скорости, а мне кажется, что я ленюсь. Прикиньте, какой у меня ещё потенциал просто скоростной. Поэтому ты видишь пробки на дорогах. Да, и вижу пробки на дорогах. У меня дни пробки, потому что я вижу, что я себя ещё блокирую. Вот. Ну, у меня жизнь меняется, говорю. Со следующей недели у меня такое чувство, и Оля ещё натальную карту посмотрела. У меня изменится кардинально всё, вся вообще моя жизнь. Я не знаю, что, но я это чувство уже чувствую, оно здесь. Что будет, не знаю. Так, у тебя уже... Так, я уже полгода не работаю, сижу дома. Как только закончились все запасы, надо же выходить на работу, объявляют карантин. Устала уже отдыхать, хочу движухи и денег. Вы, наверное, ещё не всё осознали, для чего вы ушли с работы. Вы хотите опять себя в кабулу запречь. И, наверное, ещё есть шанс подумать, какую работу искать-то. Если вы будете работу искать не ради денег, а ради удовольствия, ради чувств, ради творчества, ради кайфа, то вам предложат сразу сто пятьсот вариантов. Хочешь, выбирай, не выбирай. Даже если там маленькая зарплата, у вас будет там сто пятьсот премий откуда-то с разных источников на вашу энергию, если вы будете кайфовать, да, в потоке в своём. Будут приходить деньги со всех сторон, но они будут приходить только в потоке вашем. Когда вы занимаетесь творчеством, вам хорошо. Пока вы работу ищите непонятно по каким критериям и ещё и ради денег, ну, тогда будете сидеть ещё пару годиков искать. Как убирать рамки, границы, трансформировать, друг понесёт не туда. Как убирать рамки, границы, трансформировать? У меня есть пост, как трансформировать в Инстаграм. Трансформация программ называется. У меня есть пост на канале Телеграм, статьи. Посмотрите, ссылка в шапке профиля. У меня есть видео, как мы трансформируем на YouTube. Прям так и называется трансформация программ, шаблонов мышления. Смотрите, трансформируйте. Мы рассуждаем наше убеждение. Почему у меня такое вообще мнение на это мнение? 7 миллиардов людей смотрят на слона, и каждый видит свою часть. Кто-то доказывает, что это уши, я уверена, что это хвост, и всё. Кто-то пузико смотрит, кто-то глаз видит. Каждый видит со своей точки. Но вы считаете, что слон — это хвост, и всё. Ни шаг влево, ни шаг вправо. У вас такое убеждение, вы убедились в этом, не раз потрогав этот хвост. Если занять другую точку зрения и посмотреть на это с другой стороны, вы можете увидеть целого слона. Но вы наделили каждое слово определённым понятием, определённым явлением, обозначением, которое проявилось в материальном мире. Вы же творец. И вот эти мифы, которыми вы себя тормозите, которые видят узко, только одну сторону медали, можно так сказать, или одну грань бриллианта, оно вас тормозит по жизни. А вы хотите расширения, движения нового, жизни. А для этого вам надо рассматривать бриллиант. То есть берёте каждый свой шаблон мышления, программу. И горит прям. Офигеть. Сейчас, подождите. Короче, трансформация программ есть у меня. Я в шоке просто. Ой, ты что только бьёшься. Посмотрите. Он просто сгорит, да, огонь. Оля, надеюсь, ты даёшь рисовать желание Олегу? Мы вместе с Олегом рисуем его желание. Офигеть. Ну, просто поскольку я сопричастна, моё тоже исполнит. Так, пришло. Чем там больше, тем лучше. Так, я пока читаю сообщение. Прошлый эфир меня выкинуло, потом он не сохранился, есть запись. Да нет записи. У кого есть запись моего прошлого, вчерашнего эфира, который я вела днём, пожалуйста, скиньте мне. Потому что я тоже его хочу. Он был очень классный, но у меня просто пропал интернет, и всё. И какой-то сынуля вот этой вот девушки, даже не какой-то, сынуля вот этой девушки, играл в игрушки вчера. Усиленно прям. Двое суток не выходя. И поэтому интернета у меня не было на эфир, и я не смогла его сохранить. Как повысить вибрации? Вчера не успела, а записи нет. Ну, сегодня я вам рассказала. Очень много чувств, которые не могу даже описать. Названия нет у них. Просто наблюдать чувства, ничего с ними не делать. Да, просто наблюдайте за собой. Хотя бы, блин, пока коронавирус идёт. Потом уйдёте в рутину, забудете об этом, зайдёте опять в жопку свою, в проблемки, и вспомните, что однажды, когда я наблюдал за собой, был в себе, и я был у себя, и жил здесь сейчас. У меня так всё было классно, и вам захочется вернуться в это. И всё, и вернётесь. Где-то слышала, что души в очереди стояли, чтобы в это время прийти. Может быть, не знаю, не знаю. Вон, мне подсказывают, души в очереди стоят, чтобы вообще просто прийти на землю, не только в это время, хоть как-то. Сломался телевизор, исчезло изображение. Боже мой, я не знаю, что такое телевизор. У меня с 2000 года его нету вообще. Я даже его ни разу не смотрела нигде, никогда. А звук остался. Поняла так. Слушай, а не смотри. И тут же другое. Что я слушаю, а не смотрю? Блин, и так, и так, верно. Либо совсем запуталась. Ищите новое, третье. Покажи, пожалуйста, ещё раз кольцо с изумрудом. 8 тысяч долларов. Мне кажется, оно какое-то нечёткое прям. Это надо пофоткать, наверное. Я фокус внимания не могу на него сделать. Короче, вот так. Буду носить. Можете ли дать совет в продажах? Как заполучить крупного клиента энергетикой? Разберите вопрос, какие шаблоны мышления вам мешают. Его приходу. То есть, а почему я хочу, чтобы у меня был крупный клиент? А нафига мне большие деньги? А для чего я этим занимаюсь? А что из этого я получу? Ну, получу я деньги, что я на них сделаю? На самом деле мне интересно заниматься тем, чем я занимаюсь. Либо я денег хочу. Если вам интересно этим заниматься, то клиенты в очереди стоят. Если вам не интересно этим заниматься, то как бы не дождётесь. Нужно интересоваться этим, гореть, кайфовать от этого. Нет ничего стрёмного там иметь поток клиентов, зарабатывать большие деньги. Это круто. Это круто. Зарабатывать большие деньги. Но делать это с удовольствием надо, конечно же. Это первое. Второе. Что мне сейчас мешает получить клиента? Такой шаблон может быть. Ну, сейчас нет денег. Это шаблон мышления. Ну, таких богатеньких я сейчас не найду. Это шаблон мышления. То есть, все ваши убеждения, почему он может не прийти, этот клиент, а я не знаю, где его взять. То есть, я не знаю. Это тоже шаблон мышления. Знаю, не знаю. И попробуйте написать такой списочек. Потом трансформировать. Знаю, не знаю. Я тоже, на самом деле, ничего не знаю. Это очень круто, что я ничего не знаю. Потому что, если я знаю, то как он придёт? А тут я не знаю. Значит, есть возможность ему прийти, даже трём. Надо трансформировать. То есть, осознать каждый шаблон в новое, третье, возможно. Либо рассоздать этот миф, способов масса, либо чувствовать, почувствуйте, что у вас клиент уже есть. Он уже в пути. Он уже вышел к вам. И для того, чтобы вам с ним встретиться, вам нужно быть. А быть вы можете только здесь, сейчас, когда находитесь. Ощущайте себя. А когда вас нет, вы в прошлом и в будущем, то он до вас не найдёт. То есть, это ещё один способ трансформации. Через чувства. Так. Я реально три месяца лежу. Где встать, взять энергию? Интерес. Энергия — это что? Энергия — это ничего, которое выделяется из чего-то. Ничего, да? Оно изначально ничего. Выделяется из чего-то. То есть, происходит биохимическая реакция элементов. Катализатор вода, возможно, в этих элементах. И у нас выделяется энергия. Биология. Кинем в костёр палку, она сгорит. Будет тепло, энергия выделится, да? То есть, это ничего. При какой-то реакции с чем-то выделяется энергия. Оно появляется из ничего. То есть, для этого нужен ресурс. Ресурс — это ваше желание. То есть, антиматерия — желание. Как только возникает любое желание, сразу появляется материя, энергия на это желание. Вот в равном количестве от этого желания. Вот желание машины выделилось столько энергии на эту машину, сколько нужно. То есть, здесь взять энергию из желания. А желание порождается интересом. То есть, откуда появляется желание? Когда у вас желание просто иметь машину, там нету интереса у вас. Вам хочется машину, чтобы быть как все, либо быть крутым, либо не так, как все. Чтобы быстрее ездить, было комфортно. Чтобы была скорость. Чтобы был... Просто был автомобиль. То есть, из-за каких-то причин. Но если вам... Это из-за недостатка, да? Он будет маячить где-то в будущем, этот автомобиль. Но здесь сейчас его не будет. Но если вам интересно просто, как он появится, как я получу этот букет чувств, как я ощущаю... Я, кстати, до этого уже говорила про автомобиль. То вот эта вот энергия, она уже пошла. То есть, вы уже вскакиваете по импульсу, вам что-то хочется делать. Энергия — это поток. В розетке ток. Движуха какая-то происходит. Вы, когда телефон заряжаете в розетку, вставляете, вы же его не наполняете чем-то. Вы его наполняете потоком. Потоком ничего. Там, блин, кварки просто очень быстро двигаются. Молекулы быстро двигаются. Всё. Там нет материала, там нет ресурса. Там просто движение. Понимаете? Вы наполняете телефон движением. Ток появляется от какого-то напряжения. Напряжение — это импульс. А потом идёт инерция. Импульс — это ваше желание, ваш интерес. А потом пошла инерция, то есть движуха, где нет никакой силы, которая вела бы этот поток, происходит сам собой. И вот если вы в этом потоке, то вот эта вот движуха, эта энергия вас до желания доведёт. То есть, можно сказать, посыльный с одной стороны желание, да, и здесь вы. И чтобы до него дойти, вам нужно быть в потоке. Здесь сейчас наблюдать, как вы до него идёте, как он к вам идёт. То есть быть в моменте. Во-первых, чтобы он вам отдал ваше желание, вам нужно быть. Во-вторых, двигаться по инерции. По инерции — это значит просто наблюдать, не думая, куда вам идти, туда или туда. А просто идти, куда вам хочется здесь сейчас. Понимаете? Жить по импульсу — это значит не думать, просто наблюдать. Вам захотелось съесть, вы сели. Вам захотелось спать, вы спите. Захотелось поесть, вы поели. Кстати, про еду тоже хотелось сказать. Еда по импульсу — это значит есть с интересом. То есть есть не для того, чтобы есть и выделилась там энергия, а вы, наоборот, заземляетесь. А просто когда интересно что-то попробовать, какой-то новый вкус. Или попробовать какое-то сочетание новых вкусов. Или сочетание старых вкусов, но при новом сочетании это будет новый вкус. Когда вам интересно. Вот это и есть и да, по импульсу. Когда вы не толстеете, не худеете, она вам никак не мешает. Так, о чём я говорила? Где взять энергию? Пробудить в себе интерес. Интересно как? Интересно понаблюдать. Интересно, просто интересно, что я сейчас чувствую. Просто интересно почувствовать то, что стоит за моим желанием. И у вас будет поток. И вам в этом потоке нужно двигаться. Не думая, плохо это или хорошо. Правильно это или неправильно. Надо это или не надо. Идти или не идти. То есть не думать. Даже все там стрёмные события. Не сливаться, знать, что в этом потоке хорошо всё. Вы, например, идёте и попали в аварию. И такие. Блин, как это плохо. А Нелли такая. Блин, как классно. Сейчас по-любому кто-нибудь приедет. И я зазнакомлюсь. И там вообще такое знакомство будет крутое. И мне ещё и оплатят. Всё. И вообще будет так круто. И вас поток несёт дальше. И вы реально там знакомитесь. А это депутат, который вам говорит. Слушай. Я тебе там. Давай на тебя напишу там пять вил. И две из них тебе в подарок сделаю. Только потому, что там отмою на тебе деньги. Вы такие. Не. Это неправильно. А Нелли такая. Нормально. Нет, ничего. Правильно, неправильно. Хорошо. И у неё такие две вилы новые. То есть потоки, жить это, когда вы не оцениваете. Когда вам всё равно. Вам просто интересно. Сбудется, не сбудется. Правильно, неправильно. Надо, не надо. Законно, незаконно. То есть вам всё равно. И вот все эти препятствия, которые вас останавливают. Вот вы по инерции остановились. По инерции двигались, двигались, двигались. И тут остановились. Какое-то препятствие. Препятствие это может быть блок, страх, шаблон мышления. В основном параллельно-неправильно. Надо, не надо. Точно, не точно. Вот такие вот шаблончики нас останавливают постоянно. она. Страхи, конечно же, останавливает, стыд останавливает, чувство вины останавливает. Вот это вот я правильный, я хороший, я нормальный, я там такой прям весь в масках, который я на себя одел. Они нас останавливают, и вам приходится снова заводить свой мотор. То есть вы до этого как мотор просто ехали, вы его завели и просто ехали. Остановились, и вам надо искать новый импульс, да, чтобы себя толкнуть. Импульс — это же шарик бросил, инерция, он покатился по ней. Вы себя толкнули и катитесь, у вас всё хорошо, остановились, вам опять надо искать интерес, чтобы опять катиться. Поэтому где брать энергию? Я уже три раза, наверное, сказала с разных сторон. Можете придумать ещё свой способ, где брать энергию. Я часто тоже без энергии, без интереса, мне ничего не интересно. И я кайфую от того, что я в себе нахожусь и я чувствую, что мне ничего не интересно, я хочу просто лежать. И я лежу и кайфую от того, что я лежу. И от этого появляется энергия. Потому что я кайфую от того, что я понимаю, что я ничего не хочу, у меня нет энергии, у меня депрессия, и я, наблюдая за своей депрессией, понимаю, что я кайфую только от того, что я лежу, у меня депрессия, понимаете? То есть как только вы обратили на себя внимание, на свои чувства, они сразу переворачиваются с ног на голову, и вам уже хочется пойти в какое-то новое состояние, куда-то ещё что-то поделать, что-то сделать. Так, не могу продать дом, не могу понять, почему я этого хочу, но я за вас тоже не пойму, почему вы за него держитесь. У меня с коронавирусом работы вообще не уменьшилось, у меня тоже, у меня она, по-моему, прибавилась, все на отдыхе и все стучатся на консультации с утра до вечера, я вообще в шоке просто, реально, ну, что, в шоке, я всегда в шоке, и этот шок мой порождает энергию постоянно, нормально, короче, хочу офигевать от всего, я офигеваю. Я ушла с работы два с половиной года назад и возвращаться не хочу, но денег так и нет. Так, мы уже про работу поговорили, ну, или я уже Оле написала в прямой эфир тоже, и вам пишут спасибо большое за сына, который с животом к собаке приходил, спасибо. Пожалуйста. Блин, мне там губы сохнут, ужас. К чему это? Давно не целовалась, наверное. Муж, я давно не целовалась. Спасибо вам, Миша, за вашего сына и за его собаку. Так, шедевр, господи, у меня аж мурашки слезные, ну, из от картины. Ты волшебна, пассивочки, очень красиво. Сейчас картину еще покажу и буду выходить из эфира, пойду дальше убираться. Кольцо богатое, да. Оно дорогое, бриллианты. И я такая вся. Чувствую себя королевой. Класс. Может, совсем коротко подстричься, чтобы теребить волосы. Я буду лысину свою наглаживать без конца, поэтому это не поможет. Мне просто нравится гладить себя, понимаете. Мне нравится гладить себя. Я вот чувствую, ну, это проявление любви к самой себе. Я глажу себя, чувствую. Давно вы вообще гладились с кем-то, а себя так вообще и подавно вряд ли. А я люблю. Я, ну, как бы, говорю, Нелли классно это. Я сама себя глажу. Блин, я у себя есть. Мне с собой хорошо. Мне с собой классно. Мне с собой здорово. Не всегда. Когда я на себя обращаю внимание, то классно. Когда я не обращаю внимания, то, конечно, нет. Вот. А когда я в эфире, я все время глажу себя. Такое классно. Блин, мне приятно себя гладить. Я не знаю, вы не гладитесь, а вообще и волосы мне нравятся. Я очень люблю, когда мне что-то делают с волосами. Если, блин, приходят подружки в гости с маленькими детьми, знаете. Ой, а дети маленькие, они как будто, блин, телепатически со мной общаются. Они подходят, берут расческу и начинают мне что-то плести, заплетают, расплетают. Я люблю, когда волосы вот прям накручивают, что-то делают. Ну, если детей-то вокруг нет, и людей, кто бы сейчас занялся моими волосами. Ну, парикмахеров не люблю. Ну, это, муж парикмахера, но к нему это не относится. Под ним засыпаешь. Вот других не люблю. Ну, я люблю детей, которые вошкаются с моими волосами. А когда я их тереблю, получается, тоже ребёнок. Вошкой с моими волосами. Класс. Вы видите, какие открытия прям. Я кайфую, что лежу, но не приходит энергия. Ну, так энергия приходит на ваше желание. Что значит энергия? Энергия — это та хрень, которая, движущая сила реализует ваше желание. Если желания нету, то что реализовывать-то, куда бежать, что делать? Нелли, когда поделилась история о себе, я наконец-то поняла про то, как вообще можно кайфовать. Вообще от всего. Конечно, можно. От всего можно. Точно надо тоже начать гладить. Так, пойдёмте, я вам картину покажу. Это будет последний раз, потом за деньги. Ух ты, блин, вот это картиночка. Я третий день бьюсь током жутко. Я тоже. Слушай, для человека, который второй раз в жизни держит кисточку в принципе, ну, понятно, ему тут художница помогала, но 99% времени рисовал Олег. Нет, вообще-то это Олег рисовал детали, это уже понятно. Олег, как тебе? Супер. А процесс? Невероятный, но факт. Процесс гипнотический. Аристократический. Художественно-классический. Блин, у меня, походу, больше всего слова аристократический. Мне тоже аристократический. Слушайте, ну это реально очень красиво, нереально, нереально. У меня слов... Блин, мне надо пополнять словарный запас. Хотя я очень много рассуждаю, словарный запас большой, но я почему-то не использую. Мне нравится говорить классно, красиво, нереально. После каждой трансформации опять пропадает весь словарный запас. Оля открыла для меня секрет. Так вот, почему я работаю в садике. Дети говорят, что они меня любят, а мне именно этого и не хватает. Ну да, любви к себе, а детки вам показывают. Что полюбите в себе ребенка внутреннего. Вот эта легкость, детскость. Вспомните вообще все, как вы в детстве себя вели, какие ощущения у вас были, как вы играли в саду, как вы играли с детьми, как вы просыпались, как вы ложились, как вы доставали маму, чтобы она вас гладила, тискала, обнимала. Что она там еще должна была вам делать? Папа, чтобы вас к люстре вверх подкидывал. Я помню, папа мне подкидывал под потолок, а я всегда боялась, но он это делал, у меня были расширенные глаза, и я вообще в шоке была, что он со мной делает, что как уронит. Вот, вспомните, как вы там каши-малаши свои делали в грязи. Так вот, побудьте ребенком, просто вспомните эти ощущения, они у вас есть, они уже встроены в вас, просто вспомните эти ощущения. И эти ощущения, они не заставят долго ждать, они сразу будут проявляться в материальной действительности, вот как раз-таки каким-то кайфом. С белым? Красным. Всегда красным? Ну, вообще, как хочешь. Ну, вот. С волшебной палочкой. Вообще классно. Это кисточка, которая зажигает. Ладно, прощаюсь. Спасибо, что были с нами. Ну, давай, ладно, залезла, так залезла. Ну, чему, хочешь сказать. Ничего не хочу сказать. Я сейчас вообще не прославлю. Коречка хвастаешься? Да, да. Человек, который вообще говорил, что за топтайте камешки. Ну, я вообще не любила такое. Я полюбила, только уволюсь. Когда находишь внутри себя больше красоты, начинаешь любить всю красоту. Ну, да, да, да. Продолжение следует. Продолжение следует...